Я предлагаю вам взять по мячику. Кто у нас еще играет, девочки? Отлично. Кто еще играет? Берите, быстренько, быстренько организовывайся. Не тратим время. Мне тоже надо играть. Отлично. Не тратим время, оно деньги. Да. Давайте делаем круг чуть больше. Я знакомлю вас очень быстро, оперативно. С коррекционно-двигательной программой называется она «Умные мячики». Умные, потому что с помощью этого инструментария мы формируем у детей моторные связи в голове. Самое ценное, что у нас их не хватает. Ориентируемся мы сейчас с вами на нормы типичных детей, на нас с вами. У нас таких не очень много в группах, поэтому у нас еще есть и наши любимые речевики и коррекционщики. С ними делаем все то же самое, но скорость ввода новых элементов намного ниже. Понятно, да? Пока не автоматизируемся. Теперь мы с вами трогаем этот мячик, сжимаем его и чувствуем, какой он приятный. Самая большая проблема с этими мячиками, знаете какая? Это то, что их дети уносят домой после занятия. Потому что он настолько приятный, что расставаться с ним не очень хочется. Начинаем мы обучение детей с самого главного элемента. Начинаем мы их учить держать мячик стаканчиком. Как вы думаете, для чего нам нужен стаканчик? Супер! Большой палец наконец-то противопоставился кисти, и наш ребенок наконец-то вышел из обезьяны, из человека. Вот у нас начинается эволюционный путь. Вот таким способом мы ударяем об пол. Захваты есть так называемой обезьянкой. Вот, например, смотрите как. Кидаю, ловлю обезьянкой. Кидаю, ловлю обезьянкой. Всегда кидаем стаканчиком. За это нужно четко просмотреть. Теперь другая рука. Стаканчик обезьянка. Обезьянка сверху. Обезьянка сверху. Еще один захват. Это чашечка. То есть кинули, чашечкой поймали. Стаканчиком кинули, чашечкой поймали. Кинули, чашечкой поймали. И то же самое. Всегда меняем руки. Вырабатываем одно и то же моторное действие разных плоткостях мозга. Теперь мы подкидываем все то же самое вверх. Ух ты, что же косарелы. Одной. Все одной пока. Все кидаем стаканчиком. То есть вот мы его всегда держим вот так. Мы его всегда так держим. Переворачивая кисть, мы всегда так держим. Смотрите, что делаем, да? Как в цирке. Переложили и другую руку, как в цирке, включили. А это то, как чувствуют наши дети, да? Коррекционщики. Супер. Если наши дети это освоили, переброс двух мячей. Теперь что мы делаем? Мы начинаем им усложнять, подключая разные части тела. Для чего это нам нужно? Нам нужно, чтобы у нас работали две половины тела. Верхняя и нижняя отдельно. Но делаем мы это синхронно. Я показываю, как. Не задерживая движение. Не задерживая. Раз. Сразу же. Противоположное. Стаканчиком кинуть, ногу поднять, поймать. Другая. Когда наши речевики начинают так делать, они начинают валиться в разные стороны. Потому что удержаться на одной ноге. Плюсом выполнить контроль того, что делает противоположная часть тела. А еще, если в этот момент я прошу его назвать овощи. Капуста. Морковь. Естественно. Итак, дальше. Девчонки, время мало. Хочется вам много всего показать. Работать можно в группах больших. Индивидуально, например, или один на один. Можно? Можно. В наше детство мы что делали? Играли в мяч в разных видах. Помните пристеночную часть? Да. Соответственно. Здесь идет, в этой программе не идет никакой темы с замахом из-за. Можно я чуть-чуть вас отшкоруну? Нет у нас. Снизу. Что я делаю? Я рассчитываю силу удара. Я смотрю, куда летит у меня мяч. То есть я что делаю? Я развиваю глаза двигательный ориентир. Прыгнуть туда. Подожди, они у тебя и пока не прыгнут. Пока не прыгнут. Мы можем. Наши дети нет еще. То есть отрабатывая пристеночную, вы можете нарисовать какие-то ориентировочные знаки и попросить попасть. Глазомер сразу же включается. Правда? Да. Плюсом. Для того, чтобы у ребенка выработалась глазомер и пространственная ориентация, можно поставить коробку и сделать задание. «Попади в коробку за один удар». Ну, то есть стоит коробка, один удар, следующий в коробку. Сложно. А мы ставим задачу сделать два удара до коробки. Ребенок должен рассчитать траекторию, силу удара. Вот этот вам же самый боль, который я сегодня посмотрела, думаю, надо брать. Это один элемент продолжения тех автоматизированных действий, которые мы только что сформировали с помощью коррекционной части и заведения в моторную схему. У наших детей проблема не в том, что мы с вами плохо работаем с ними на физкультуре, а в том, что им негде отработать это движение, как оно у нас идет в алгоритме двигательном. По заборам лазают? Нет. По деревьям лазают? Нет. Откуда-нибудь прыгают? Нет. Мамка не разрешает. Естественно. Поэтому мы и есть. Теперь я предлагаю самую сложную игру для наших детей. Если вы заметите, основной тест готовности к школе это какой? Это пересечение, переказывается, в серединной линии. Все наши дети не готовы. Уходите из сада. Вот так. Значит, смотрите, у детей, у всех проблем, у ВЗ-шников, у них все движения сводятся к центральной линии. Мы музыканты видели, например, вот там начинаем. Ой-ля-ля, листочек. И мы платочком помашем, а у него платочек весь вот здесь. Да? Вот здесь. То есть нет вот этой амплитудности. Средней линии. Поэтому наша задача поставить ребенка в ситуацию, когда он будет вынужден это делать. Встали в круг, мячик взяли в правую руку. Всем. Чашечкой. Сейчас стоим с чашкой. С чашкой. С правой рукой. А теперь смотрите, что мы делаем. Мы вырабатываем возможность у ребенка удержать команду. У нас прием и переработка информации очень важна. Они у нас не удерживают команду. Теперь смотрите. Правой рукой мы кладем и отдаем одновременно мячик в левую руку соседа. Раз. Сделали? Два. Переложили к себе в руку. Раз. Переложили. Раз. Переложили. Переложили. Раз. Переложили. Раз. Переложили. Раз. 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 Стоп. Раз. Стоп! Вот так мячик зажали, мячик вот так зажали. Вот и посмотрите. А теперь тот, кто зажал мячик, скажите, какого мячик цвета, не глядя. Синий. Синий. То есть наши дети не могут сказать, потому что нет у мозга концентрации на том, чтобы еще удержать цвет мячика. Я даже на мячики смотрела. Мужик. Мужик. Мужик.